Немножечко поговорим о моем нахождении в Праге Вначале о потенциале жизненной силы Потенциал жизненной силы говорит о том, что насколько человек так силен Насколько человек может выдержать различные экстремальные условия Такие как недосып, перелет, большая подвижность Такие экстремальные условия, в которых требуются резервы организма И вот я как раз вам рассказывал о Лужкове Ну и о других, которые в свои 80 с лишним лет соглашаются на плановые операции Так вот смотрите, я вроде как считаю себя подготовленным А именно, я постоянно ходил по часу в день Вдобавок где-то 2-3, а то и больше раза занимался тяжестями Вроде как организм и приспособлен к занятиям тяжестями, к напряжению Более-менее, так сказать, считаю себя здоровым Я всего лишь навсего не поспал ночь Значит самолет улетал, во сколько он там улетал? Где-то в час ночи с Ростова И мы туда прилетали, там значит еще 2 часа разница Ну короче, ночи я не спал Находился в самолете 4 часа Заснуть, конечно, можно, но что-то я не смог заснуть в самолете Какая-то обстановка, но не смог и все Так вот я был разбитый, можно сказать так Болячки, которые я тут не чувствую Они проявились Что-то там, допустим, там покаливает То, все То есть вот эта экстремальная нагрузка В виде банального недосыпа в течение ночи Показала мне все мое здоровье Насколько оно у меня имеется И причем показало с позиции не лучший То есть человек в пожилом возрасте слабый И при этом, когда он ведет такой вот Более-менее там образ жизни Ну, домашний Он и не подозревает о том Насколько потенциал жизненной силы У него уже упал И достаточно любого серьезного такого потрясения Чтоб это сразу же проявилось И, будем говорить, еще хорошо Если этого потенциала хватит для того Чтобы восстановиться после этого Вот поэтому Вот об этой части Надо обязательно помнить По каким-то, как бы сказать Критериям, понятиям Вот врачи не учитывают Вот эту вот способность организма восстанавливаться Либо учитывают Либо намеренно идут на то Чтобы сделать планную операцию Потому что существует такая поговорка уже Минздрав предупреждает Если нет денег, не болей Взять какие-то там, допустим, деньги человека За все эти там манипуляции с его здоровьем Не считаясь А он выдержит вот это все или нет Вот тут как-то практика показала Что что-то, а именно на примере Лужкова Никаких не было рассуждений Плановой операции То же самое с Хамраевым произошло У него там какая-то штучка была И врачи Хамраев это специалист Который приезжал на передачу Малахов плюс С Ташкента Народный целитель Председатель там Народной медицины Узбекистана То есть человек знающий Вот Ему сделали этот обезболивающий укол местный Он впал в кому Сердце остановилось И все И он не стал Вот человек, знаете, пришел Радостный такой Ага-ага Сейчас, сейчас мы тебе сделаем Да-то что там, раз, пластырь, мол, заклеим и ты побегешь дальше И побежал вперед ногами То же самое Все это замалчивается Как там произошло Семья Лужковых приехала На плановую операцию Все вместе Да, сейчас что там Раз, раз, раз И поедем мы И вот он зашел своими ногами А дальше получилось То, что получилось Вот Поэтому Такое понятие Как потенциал жизненной силы И работа с ним Это совершенно иное И вот Я считаю, что Как здоровый образ жизни Так и лечение Оно все Основано На потенциале На работе С потенциалом Жизненной энергии То есть Этот наш Такой Золотой фонд Который надо Хранить Приумножать И просто так Не тратить И вот эти вот Поездки Мне очень хорошо Показали Насколько много У меня его осталось Осталось мало Просто мало Вот в таких Тепличных Домашних условиях Все нормально Как только Там На ту же рыбалку Ночь не спать Тем более Вот так вот В самолете Перелет Опять-таки Не спать Сразу же дает О себе знать Вот Я хотел Еще вам рассказать На эту тему О жизненном Потенциале И как Я его Ощущаю В своем возрасте Доброе здоровье Все хорошо Все хорошо Метры меряешь? Да Метры меряешь Метры меряешь Метры меряешь Метры меряешь